В имя Отца и Сына и Святаго Духа, Возлюбленные о Христе, братья и сестры, сегодня Церковь чтит память Святаго Пророка Божия Ильи. И в нашем понимании Пророк Божий Илья был тот самый Претеча, который воплотился потом в виде Иоанна Претечи. Когда Иоанн Претечи пришел, по словам самого Христа, в силы Ильи иной, то есть в силы Пророка Ильи, и проповедовал Царствие Божие, пришедшее в силе. Прежде всего, Пророк Божий, он был за 9 веков до Христа, но он для нас является одним из важнейших Пророков Ветхозаветных, в котором воплотилась такая сила Божия, которая вводила в ужас врагов Божьих. И вдохновляла его почитателей. И мы помним слова, в частности, апостол Яков говорил, «Илья был человек, подобный нам, и молитвую помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь. И, братья, если кто из вас уклонится от истины, обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Множество людей отвратило от ложного пути Пророк Божий Илья, а тех, у кого было ожесточенное сердце, и у кого уже не было возможности их обратить, он по воле Божией заклал. Такова была воля Божия. И это было в соответствии с нравами Ветхого Завета. И здесь, с нашей стороны, не может быть никакого рода печали, что он не был столь милосердным, как, например, нынешние наши правозащитники. И мы знаем, что Господь, явившийся, удивлял людей той благодатью, которой Он являл. Но не всех, но были люди, которые, в виде Его чудеса, ожесточались. И, более того, ожесточившись, ополчались на Христа, и, в конце концов, они же, именно те, кто знали закон Божий и должны были его охранять и приветствовать, они его и заклали. И сказал им Господь, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле во дни пророка Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев. Так что сделался большой голос. И ни к одной из них не пришел, не был послан Илья, только вдове Советской, Совету Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле, при пророке Ильисее, ученике пророка Ильи. И ни один из них не очистился, кроме Неймана Сирианина. Услышавши же это все в синагоге, исполнились яростью. Часто такое бывает, когда мы... Но здесь нельзя путать. Когда Христос обличал и исполнялись ярости, обличаемые им, это было не то раздражение, которое иногда бывает от людей, которые просто провоцируют нас на гнев, на осуждение. И это здесь, конечно, будем об этом помнить и будем иметь понимание о том, что люди, которые исповедуют Христа, и если в них есть желание веры и желание видеть истину, они устремляются к Нему. Если же нет, то ополчаются на Него, исполнившись ярости. Но Господь, как сказано в сегодняшнем Евангелии, прошел среди них незамеченным им, потому что не было воли Божией, чтобы Он пострадал в этот раз, но в дальнейшем мы знаем, что Он пострадал именно от людей, ожесточенным сердцем. Вот. И здесь будем помнить о том, что в нашей духовной брани могут быть ситуации, в которых враги рода христианского, рода именно Христова, могут быть ожесточены настолько, что никаких других возможностей защитить верных христиан не будет, кроме того, чтобы брать и в том числе оружие в руках. И мы знаем, что христианские страны защищали свою веру, свое благочестие, свою историю, свою культуру. И во времена апостолов, и во времена Византийской империи, и во времена Святой Руси меч в руках праведников, праведных ревнителей, и все защищал веру и дал возможность возрасти в вере и благочестии народу Божию. Народ Божий, я не имею в виду, что это русский народ Божий, а народ Божий, это имеется в виду христиане. И так, чтобы христианская вера укреплялась, нам нужны люди верные и готовые не только увещевать и миловать, но и карать. Это, к сожалению или к счастью, это необходимо для того, чтобы народ Божий мирной и благоденственной жизнью жил в этой жизни, ради вечной жизни с Богом. Но для того, чтобы это иметь, нужно действительно иметь чистое сердце, и чтобы слова были наши «да», «да», «нет», «нет». и чтобы в сердце, как и не только на устах, но и в сердце тоже не было лукавства. Да поможет нам в этом Господь молитвами святого пророка Божия Ильи. Святый пророк, че Божий Ильи, моли Богу о нас, я кому усердно тебе прибегаем, скорому помощнику и налитнику о душах наших. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok